Замена электропроводки своими руками Электропроводка может служить максимум около 20-25 лет. Потом она приходит в негодность и её необходимо менять. В современных условиях замена требуется намного раньше, потому что на проводку возложена очень высокая нагрузка. В хрущевках и панальных домах эти работы производятся примерно одинаково. В данной статье мы поговорим о том, как проводить замену электропроводки в квартире. Дадим пошаговые инструкции. Признаки разрушения Электропроводка начинает разрушаться со временем, однако она может перегореть намного раньше. Причиной тому сегодня становятся различные электроприборы, которые требуют много энергии, особо прожорливый агрегат-обогреватель. Такие устройства могут потреблять в 7 раз больше энергии, чем телевизор. Если в сети одновременно включить компьютер, холодильник, обогреватель, а также бытовые приборы, вроде микроволновой печи, то в скором времени либо вырубится электричество, либо начнутся необратимые процессы в проводке. Есть несколько признаков, которые сигнализируют о том, что пора начинать капитальную замену. При включении приборов Розетки искрят. Чувствуется отчетливый запах паленого. Проводка легко обламывается, подобно засохшему прутику. В некоторых розетках уже нет питания. Через стены происходит утечка тока. Уже первые три признака говорят о том, что медлить больше не стоит. Подготовка Первый этап замены провод – это констатация факта, что производить ее придется по всей квартире, а не частично, потому что частичной заменой проблему можно только усугубить. Мастеру надо подготовить подробный чертеж, на котором будут расположены все детали электросхемы дома. Когда план готов, надо приобрести необходимые материалы. Потребуются коробки, выключатели и розетки. Все элементы системы должны быть новыми. Из инструментов потребуется болгарка, перфоратор, отвертки, паяльник, плоскогубцы, клеммники, нож, шпатель, уровень и фазоуказатель. Обратите внимание, проводку покупают после того, как выверена длина трассы, по которой будет проложен кабель. В этой длине надо обязательно сделать припуски, чтобы провода точно хватило. Надо, кроме того, взять некоторые расходные материалы, например, изолента. Мощность энергопотребления Замена электропроводки произведена так, чтобы не случилось сбоев и перенапряжения. Для этого надо, чтобы мощности хватило на каждый прибор. Мощность зависит от сечения кабеля. Чтобы сделать правильный выбор, необходимо произвести небольшой подсчет. Надо сложить мощность всех приборов, которые будут включены в сеть. На каждый прибор следует накинуть дополнительно еще по 100 Вт. Теперь полученное число нужно разделить на 220. Если число, которое получилось в итоге, находится в пределах 12-15, то тогда хватит проводки сечением 1,5-2 мм. Это самый распространенный показатель. Однако иногда результат получается выше. Если в результате сумма оказалась выше указанного интервала, то у мастера есть два выхода из положения. Можно установить проводку большего сечения. Надо сделать от щитка 2-3 линии кабеля. Второй вариант предпочтительнее, потому что более толстый кабель делает систему ненадежной. Велика вероятность сбоев. Советы. Теперь, когда все готово, осталось понять, как заменить электропроводку. Самый первый этап – обесточивание квартиры. Это надо проводить со всеми предосторожностями. После обесточивания следует удостовериться, что тока действительно больше нет. Второй этап – подсоединение проводов к щитку. Как правило, самостоятельная замена электропроводки производится так же, как это делает профессиональная бригада – с коридора. Кабели прокладывают от основного щитка к другим помещениям. Его подсоединяют к розеткам и выключателям, однако это может быть доставить определенные неудобства. Есть немного другой вариант – прокладка кабеля от комнаты к щитку. Для этого надо сначала заменить проводку в одной из комнат, подключив ее временно через клеммники к распределительной коробке. Постепенно надо полностью обновить все кабели в доме. Этот вариант лучше подходит в том случае, когда семье приходится жить в квартире во время ремонта. После подключения провода надо спрятать. Их укладывают в старые штробы, либо формируют новые каналы для этой цели. Борозды закрываются гипсом и шпаклевкой. Выключатели и розетки монтируются на одном из последних этапов. К этому времени шпаклевка должна быть уже сухой. На этом сама работа по сути заканчивается. Остается только декоративная отделка поверхностей. Если речь идет о деревянном доме, то внутренняя прокладка кабеля тут практически невозможна. То есть теоретически ее можно выполнить с помощью профессионалов, а вот самостоятельно за такую работу лучше не браться. В сооружениях из дерева кабели проводятся внешним способом с использованием различных рукавов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok